ровно два года назад на канале было около тысячи подписчиков сегодня уже миллион прыжки в воду, за чего? это особенный выпуск вы давно просили сделать прыжок на воздушных шариках поэтому я купил 150 гигантских шаров и заказал 8 40-литровых баллонов с гелием мне кажется, самое экстремальное залезание по лестнице в моей жизни вообще в принципе вы вроде точно рассчитали, но с самого начала все пошло не так прям на ***, прям на пятую точку, друзья! было ощущение, что вселенная против этого ролика на миллион подписчиков и действительно, как такое возможно, что простой прыгун в воду сможет создать канал-миллионник? никто в это не верил, да я и сам сильно сомневался, когда давал обещания на миллион подписчиков но придется сегодня ответить прыгнуть на попу с 10 метров что получилось в итоге? я полетел камнем вниз, зацепился шариками за вышку или улетел через бассейн? ставьте лайк прямо сейчас и посмотрим ролик до конца все трюки выполнены профессионалами, не повторяйте самостоятельно вы можете получить серьезные увечья привет! я Вадим Бабешкин и сейчас мы начнем это видео но сначала я хочу рассказать о том дне мы думали, что все идет хорошо скоро миллион подписчиков, но мы сильно ошибались и в конце вы поймете почему если вы смотрите это видео, то значит на канале уже миллион подписчиков но сейчас день у нас не очень заладился мы сейчас в Москве на квартире моего друга и с самого утра понеслась ноутбуку моему трындец, да что это такое? что это за значок такой интересный вместо яблока? шарики, я думал, будут стоить надуть где-нибудь 1015-20 максимум а оказалось, что дай бог мы уложимся в соточку 100 тысяч рублей на шарики мы обещали, обещали сделать что-нибудь крутое на миллион подписчиков поэтому обещание нужно выполнять стоп-стоп-стоп-стоп! но сначала я вам расскажу, с чего все началось всего полтора года назад мы снимали видео, посвященное 25 тысячам подписчиков на моем канале и тогда я думал, что на канале будет максимум сотка и кое-что пообещал если случится такое, что будет миллион, то этот прыжок будет исполнен вот оттуда 10 метров, но я думаю, что этого не случится но если мало ли вдруг, то я ответил как дурак-то, а? также оказалось, что сегодня нет ни поездов, ни самолетов до Санкт-Петербурга поэтому я лечу сегодня за 15 тысяч рублей цена билета Питер-Москва на самолете и это эконом-класс! в эконом меня даже не пустили, закрыли передо мной двери в бассейне нам разрешили снимать только ночью в общем, сегодня нас ждет веселая ночка в бассейне с шариками с гигантскими 40-литровыми баллонами с гелием, с хромым савой и феноменальным, изысканным прыжком специально для вас на 1 миллион подписчиков примерно в 18.00 Сава с ребятами начали надувать шары у нас было 8 40-литровых баллонов с гелием, 150 гигантских шариков и 8 рук уже с утра было ощущение, что что-то может пойти не так и через полтора часа выяснилось, что шарики заканчиваются уже после трех баллонов веревки не хватает, а до прыжка осталось чуть менее трех часов и как успеть, непонятно в этот момент я уже подумал отменить съемку и признаться, стало очень страшно прыгать, тем более на попу мы снимаем этот ролик в бассейне Чайка в Москве это единственный бассейн под открытым небом, где есть сразу две водные чаши а также есть корт, новая сауна и все, что нужно для здоровья и отличного настроения обязательно приходите с родными и друзьями, ссылочку на всякий случай я оставлю в описании друзья, сегодня просто какой-то треш сначала мне Савва, мой бромовый бандажер-оператор в общем, короче, рисует, что он потерял флешку, которую мы специально отсняли все вчера на самом деле флешка была сломана СЛОМАНА! сломанная флешка, сломанный ноутбук, перенос съемки, съемка ночью, потом еще ночью самолет за 15 тысяч я купил, потому что завтра видфест, теперь еще оказалось, что мы купили 8 баллонов 8 баллонов с гелием нам опять не хватает шаров магазины шариков сегодня просто гребут деньги лопатой куда нам девать этот гелий, куда? за этот день я, наверное, раз 5 уже думал отменить съемку, потому что все шло не так и на самом деле не только вселенная сомневалась в успехе моего канала вы чего, как канал про прыжки в воду? сколько на нем подписчиков? как я думаю, да? ну да, по счастью первая мысль 1100 он тонет с подписчиками а? он тонет с подписчиками слушай, ты красавчик на самом деле, вот реально контент, который я точно думал, что никак нельзя то, что бы заходило, это прыжки в воду с вышку, то есть там почему я очень неудивленный я даже был скучен какой-то степень очень здорово спасибо большое всем, кто принимал участие в наших проектах это были и прыгуны, и блогеры, и просто замечательные близкие люди но самое большое спасибо вам, друзья кто подписался на канал, кто делится видосами, кто пишет в комментариях и ставит лайк мы вместе дошли до миллиона и дальше будет только круче но впереди еще прыжок на ягодичные мышцы, ну хотя бы колокольчик нажмите в истории развития канала было множество моментов, которые я ни за что бы не поверил, но они произошли но именно из-за ваших лайков, подписок, колокольчиков, мне кажется, происходят просто невероятные вещи именно поэтому из-за вас я не стал в тот день отменять съемку и довел все до конца я сейчас бегом просто побежал покупать еще шариков здрасте, вы сказали, у вас есть самые большие шарики какие-то? стоит 59 рублей для шариков давайте, главное, быстро 220 уже ребята, еще примерно 16 тысяч на шарике я не понимаю, 100 тысяч рублей мы уже потратили и еще за что-то нам нужно заплатить спрашивают, на концерты я их надуваю или куда? все гораздо хуже боже ж ты мой! что мне кажется, что это уже становится серьезным аргументом у нас просто катастрофически не хватает времени в итоге мы надули около 300 шаров, которые дали тягу порядка 40 или 50 килограмм получается, что мой вес с ними будет около 40 килограмм но даст ли это хоть какое-то замедление? не уверен и признаться, у меня уже начинает подгорать снизу чувствую, будет довольно больно прыгнуть на задницу в общем, я себе сделал такой страховочный ремень не знаю, я никогда не увлекался, честно говоря, скалолазанием поэтому посмотрим, насколько это отработает итак, друзья, у меня есть специальный вызов для Игоря Войтенко, Алексея Столярова ну, естественно, шарики здесь абсолютно ни при чем показываю вам два упражнения первое первое упражнение называется суперпланка шарики здесь вообще ни при чем реально, видите, очень сильно приходится упираться, чтобы встать в планку так, Игорь, вот тебе задание на лето научиться стоять в планке это первое упражнение второе упражнение научиться в планке отжиматься в планочке по-честному все делаем только потом из планки встаем в стойку в стойке, отжимаемся следующий момент, учимся ставить на одной руке здесь вообще ничего сложного встаешь и убираешь руку все, стойка на одной руке здесь как бы, ну, элементарно на одной руке, на другой руке и планка еще на одной руке еще планка на одной руке и, конечно же, отжимания на руках с хлопками то есть раз хлопок это такой минимальный некий такой стандартный объем упражнений, которые ты, как заслуженный воркаутер должен овладеть до конца хотя бы следующего лета Игорь, Леха Столяров, Ислам Бадургов и, конечно же, господин Руки Базуки друзья, я напоминаю, что сегодня у нас выпуск посвящен миллиону подписчиков это для меня очень запоминающееся, важное событие все, что здесь сейчас происходит все, что раньше происходило было в том числе и благодаря вам я вам обещал, что сделаю на миллион подписчиков что-нибудь особенное сегодня мы делаем, можно сказать, такой двойной удар прыжок с шариками, очень многие этого хотели второе, делаем прыжок с десятки на пятую точку и я что-то на самом деле сомневаюсь что шарики сильно мне скрасят приземление, но посмотрим с таким большим количеством шариков нужно большое пространство поэтому часть пути пришлось преодолевать даже через опасные барьеры, а на самой вышке внезапно подул ветер и стало понятно что выполнить этот прыжок очень опасно, так как есть большой шанс зацепиться за саму вышку, либо вылететь на бортик прыжок на миллион теперь под большим вопросом не хочется, чтобы там ветер подул друзья, ни в коем случае не повторяйте это самостоятельно, подписывайтесь на канал и будь что будет офигеть! Савва, смотри вот она, ночная Москва какой мы ее всегда хотели увидеть пошевелив мозгами мы придумали крутой лайфхак напиши в комментариях, если увидел а я пошел на прыжок я ожидал чего угодно но только не такое торможение оказалось, что шариками ускорение работает совершенно по-другому и я плавно приземлился на свое драгоценное место и сдержал свое обещание, правда? и появилась совершенно дикая идея сделать такой трюк метров с 30-40 как вы на это смотрите? спросите у друзей и напишите в комментариях где это можно сделать? это было просто офигенно! если этот выпуск наберет 100 тысяч лайков то мы по-любому такой же прыжок попробуем метров с 20 так что давайте смотрите, короче, только что полчаса реально там стоит какая-то тетка из-за нее, короче, только что опоздали на рейс это Урал Аэрлайнс, хамство полное